Всем привет! Сегодня у нас будет история от подписчицы. Сейчас я зачитаю ее письмо, дам какие-то комментарии, обсудим это, разберем, и вы напишите свои комментарии тоже, чего она ждет. Спасибо вам огромное за ваш блог. Вы даете действительно отдельные советы, и я рада, что вовремя вас нашла. Вы делаете огромное дело. Очень благодарна вам, желаю удачи в будущем, искренне большое вам спасибо. Хочу спросить совета, рассказать свою историю. Мне 29 лет, воспитываю дочь сама с ее рождения. Дочь уже большая, ей почти 10 лет. Я каждый год один-два раза летаю в отдых в Турцию. Наверное, лет 7 уже. Я бладинка, как и вы, сама из Украины, Харьков. Мне Турция очень нравится, прям как дома себя чувствую. И в последнее время хочу приехать жить туда. В Турции, конечно же, я звезда, все на меня обращают внимание. Но веду я себя скромно и достойно. Да, были у меня пару раз курортные романы за эти годы с турками, но ничего серьезного я себе не надумывала, просто отдыхала. У меня там много друзей и знакомых. В сентябре этого года я опять отдыхала в своем любимом Кимере. Много мужчин обращало на меня внимание, не только в отеле, но также писали и в Инстаграме. Но я даже не открывала сообщения, не говоря о том, что и не читала их вовсе. По прилету домой мне написал в Инстаграме один турок. Я не знаю почему, но я открыла смс и даже ответила ему. Так завязалась у нас переписка. И далее мы каждый день разговаривали по видео в WhatsApp на протяжении дня. Ему тоже 29 лет, он живет в Анталии, работает в спецназе. У него машина, две квартиры, но это уже не столь важно. Мне понравилось, что он ведет себя не как все турки. Очень спокойный, непошлый, мудрый, внимательный. Учит русский язык, говорит, что в жену хочет русскую женщину. Как-то быстро у нас с ним все всполыхнуло, чувства. Но всегда спрашивает, как моя дочь. Иногда разговаривают они по телефону. Говорит о своих серьезных намерениях. В общем, все хорошо. Но я ему не верю, и его это злит. Мол, ты всех под одно гребешь. Все же разные люди. Ну ладно, подумаем. Начал он оговариваться то, что хотел бы увидеть меня вживую. Хочет прилететь ко мне в начале декабря. И когда будет отпуск, познакомиться с моими родителями. Все, чтобы он приехал, все было хорошо. А потом, чтобы я полетела к нему на Новый год вместе с дочкой. Он сказал сразу, что билетами он нам поможет, приобретет. Я, в принципе-то, и не против. Сама понимаю, что эти переписки и звонки – это тупо потраченное время. Человека нужно узнать. На днях я подумала, что дело идет уже к второй волне карантина и могут закрыть границы. Тогда мы вообще не сможем увидеться, а мое время драгоценно. Не хочу его тратить зря. Не хочу опять влюбляться, страдать по итогу. Я решила полететь к нему в конце октября. Он обрадовался. Но у меня на днях заболел зуб и делали операцию. Он об этом знал. Я потратилась больше, чем ожидала. Позвонила ему и говорю, что, мол, так и так хочу приехать, но по финансам я не смогу. Он спросил о стоимости билетов. Я ответила, что это примерно 250 евро. «Приехать сейчас он не может. Говорит, что отпуск у него только с декабря будет. В декабре я сам к тебе прилечу. Не расстраивайся». Ну вот странно. Неужели ему тяжело купить мне сразу билеты? Внутри какое-то странное чувство. Конечно же, мне стало очень обидно с одной стороны. Но думаю, может он боится дать мне деньги. Мало ли, потом я буду морозиться, не прилечу или еще что-то. Но какое-то странное чувство внутри закралось у меня. Теперь я не думаю, что у него серьезное намерение ко мне. И не знаю, продолжат ли вообще общение наше дальше. Галина, прошу вас дать мне совет. Очень жду вашего ответа. Заранее благодарю. Очень спасибо за такое грамотное письмо, которое приятно прочитать. Все очень по полочкам, понятно. Смотрите. Да, у меня тоже осталось какое-то странное послевкусие. После общения с ним вот этого, вроде бы ничего такого. У меня первое, короче говоря, так скажу, закралась мысль. Во-первых, зачем ему русская жена? Почему он изучает русский язык? Написал он вам в Инстаграме. Мне кажется, честно, это как бы гребсти под одну гребенку всех, но все равно. Дурок, который написал в Инстаграме, зная русский язык и хочет русскую жену, это говорит о том, что у него уже были какие-то связи с девушками славянскими. И ищет он для каких-то целей. Я не говорю о том, что, ой, он такой беспонтовый, он здесь ручанку себе нормальную найти не может, ха-ха-ха. Я, знаете, поживя здесь, я могу по-другому немножко рассуждать. Если у него вот это финансовое что-то есть, две квартиры, машина, то и раз он, как вы сказали, работает в спецназе, но все равно это какие-то военные структуры, это определенные черты характера, качества человека. Я хочу на это обратить внимание. Это властность. Скорее всего, это явно не мягкий человек, который любит жить по своим правилам. И в принципе человек морально такой тяжелый, с ним определенный подход. Он не такой супер мягкий, вежливый, добренький или еще что-то. Своеобразный человек, может быть тяжелым. Не всем он далеко подойдет по характеру. С какой целью он может искать себе иностранную жену? Не обязательно она должна быть славянка, потому что ему такой тип женщин нравится визуально, и получается, например, блондинок больше в славянской, я не знаю, еще каких-то других национальностей женщин. Ну вот так ему, да, окей, сложилось так. Я имею в виду, что в турчанку труднее найти блондинку, но можно. И все же. Потому что за иностранкой, во-первых, у меня в голове всплывает, нет бэкграунда, нет семьи здесь, за которой за нее могут постоять. И опять же, военная работа какая-то, ну я имею в виду, с структурами военными связанная, это определенные черты характера. У меня сразу такая мысль, это какое-то может быть давление, намеки на абьюз или еще что-то в будущем, потому что характер властный может быть, да. Что-то с насилием может быть связано, к этому надо присматриваться в нем. Она не знает каких-то правил, норм поведения здесь, скорее всего. Ей будет проще управлять, делать так, как я захочу. То есть она незащищенная. Вот этот момент защиты для меня больше всего, скажем так, в голову пришел. Ремарку маленькую сделала. У меня муж не прям искал русскую жену когда-то, но когда мы познакомились, у него не было там отношений каким-то с иностранками, он мне просто сказал. Но когда я был там, он меня очень любил читать, и он очень любил русскую литературу, он обожает просто Достоевского, он читал там «Войну и мир», Толстого, все такое. И он мне говорит, ну я на подсознании потом понял, анализировал, что когда-то там в студенческие времена, когда я увлекался вот такой вашей русской классикой, литературой, я подсознательно, читая книжки, вот эти героини в основном, там все такие тонкие, звонкие, блондинки, вот эти славянские такой образ, не русская там баба, а вот такой вот аристократки какие-то, вот это все. Мне всегда я понял, что у меня где-то в подсознании закралось, что я говорю, таких девушек мне нравились потом. Я смотрела, чтобы она была блондинкой, или такое-то у нее поведение было. И он на это обращал внимание. То есть у него из литературы это подсознательно запало, а не там с целью, он никогда не искал, а когда со мной, скажем так, познакомился, у него все это пазл, короче, в голове совпал, что на самом деле на подсознании у него вот такой пазл сложился. Он этого изначально хотел, но он этого как бы в реальности, на это не обращал внимания, об этом не задумывался и не анализировал. Может поэтому, когда он меня, скажем так, встретил, у нас совпали с ним симпатии, у него вот этот пазл совпал, в голове перемкнуло, бессознательное вышло наружу, и он такой, так, надо точно брать, это то, что мне нужно. Это такая ремарочка. То есть я к тому, что не все ищут для каких-то таких вот целей, корыстных там иностранок, чтобы незащищенная была. Но у меня просто так с ним совпадает, с вашим учением, что он военный, ну и что-то тут вот такое, да. И плюс он, я не скажу, что он там обязательно должен быть бабником, но то, что он в социальной сети писал, он это само за себя правильно, да, говорит. Ближе к вопросу о деньгах, вообще как с собой вести. Я так скажу, здесь ничего супер криминального не произошло, но у вас правильно включается момент такой психологической защиты, чтобы в будущем не, как сказать, не расстраиваться, не разочаровываться. Вы правильно подумали о том, что оценили ситуацию, почему 250 евро это небольшая сумма, почему, в чем вопрос. Может быть, бэкграунд, он уже кому-то покупал билеты, кто-то не приехал, кто-то его кинул, и говорит о том, что у него есть какое-то прошлое с такой историей, да, со славянской какой-то женщиной, неприятная. Это вам на заметочку, что он уже, скажем так, воробей стреляный. И второе, он может быть просто по жизни жлоб или как-то не суперсерьезно к вам все-таки на самом деле поступки говорят о человеке. Он говорил о знакомстве с родителями, все бы это было, но по факту вот такой это он человек. Может быть, он просто реально жадный, и 250 евро это для него сумма, которую он не хочет терять. Это повод задуматься, но как себя вести? Я бы, если была на вашем месте, скажем так, ложечка нашлась, а осадочек остался, я бы продолжила общение, но уже приглядываясь к нему, просто тут до декабря месяца не так много времени, посмотрите, приедет, не приедет. Ну просто, например, с родителями не знакомьте. С дочкой сильно не сближайте. Вот что хочу сказать. Если он у вас такой на крючке под присмотром, вы решаете, общаться с ним потом или нет, надо, естественно, встретиться в реальной жизни, посмотреть, что как. Объясниться, кстати, можно, когда при встрече, когда-нибудь потом эту тему поднять и спросить, в принципе, да, в чем причина там была, дружок, эта тема все равно может зайти, но просто ограничьте его вхождение в вашу жизнь с вашими родственниками, чтобы, знаете, как спрут щупальца-то свои сильно вашу семью не запускал. В чем проблема, кстати, абьюзников, кто вот так вот быстро, этот наметочек, у меня, понимаете, это все-таки про абьюз все-таки переходит в голову, повод задуматься, знаете, не просто так это. Потому что он очень быстро назначает встречу, какое-то у него недоверие, деньги он не выслал, это все сводится к тому, чтобы он каким-то образом вам это держал вас под контролем, вот так бы я это назвала. И, возможно, абьюз тем, что он быстренько, знаете, как абьюзники делают, они залазят в отношения, говорят, что там свадьба сразу, совместное сожительство, тут же быстро-быстро окутать надо быстрее, в голову, скажем так, флёр вот этот весь запустить, влюбленность все дела, а потом по факту, когда он уже вас, скажем так, паутиной своей в кокон скрутит, он начинает плохо себя вести, да, и показывать свои другие какие-то черты и качества, что со стороны идеальны вообще. Тогда он себя и покажет. Поэтому вам надо растянуть общение до какой-то, до близкого, вам не давать ему залазить в вашу личную жизнь, семью, родителями, с дочкой, не знакомьте, просто продолжайте общаться, держите на крючке, на примете, потом сделайте выводы. Вообще, быть честно, вам бы лучше встретиться на какой-то нейтральной территории, и когда он приедет к вам, если он приедет в декабре, пусть он снимает себе отель, тратится на него, вы встречаетесь, проводите время без дочки, чтобы ребёнка, не знаю, ну как-то придумайте, там, не знаю, подружка с ней где-то побыла, где-то там родители, но всё равно не на неделю, там две приезжает, да, на короткий, скорее всего, срок. Короче говоря, не сводите его с вашими родственниками, особенно с дочкой, ей это не нужно, это травма лишняя, вообще, какое может быть общение по телефону в WhatsApp, с дочкой мужика неизвестного, которого вы ещё в жизни ни разу не видели в реальной. Не надо переходить эти грани. Хочется верить сказку и всё, что классно, но вот вам показатель, 250 евро в человек зажопил, билет вам не купил, чтобы вы приехали. Вот вам показатель. А вы его уже там по WhatsApp с дочкой, он вашей общался, ну здрасте, приехали. Он чужой дядя, ей ещё рано им общаться, подержите. Это я к тому, что это может быть специальный его ход, для того, чтобы к вам проникнуться через дочку, как бы вам, скажем так, в душу. Не надо этого допускать. Пишите комментарии под видео, что девчонки другие думаете, подписчицы мои, какие вы советы дадите. У меня же есть очень много, кто старше меня, у кого дети, у кого второй брак. Кто в этом опытнее, как бы вы по своему опыту поступили на месте этой девушки. Расскажите, пожалуйста. Я как бы свой человеческий совет дала. Под видео я всегда оставляю почту, для того, чтобы вы могли записаться на консультацию, если хотите, обсудите какие-то свои проблемы. А если вы готовы публично об этом, как вот здесь видео, поговорить, чтобы я это рассказала, а люди написали комментарии, то, пожалуйста, тоже пишите на почту свою историю с пометкой «История для видео». Спасибо вам за внимание. Если вам видео понравились, вы считаете, что совет дельный, ставьте обязательно лайк. Можете видео поделиться с кем-нибудь еще. Мне будет очень приятно. Спасибо всем, пока.